На початку Кострычника Пинск стал местом проведения Евразийского международного фестиваля культуры международного форума по обороне интеллектуальной властности. У столицы Полессия на разных працованных плясовках собрались идеи, литературы и мастерства, специалисты в галине предпринимательства и менеджмента. Задийный метод – диалог культуры во всей яскравости и разностайности, накеровать на перспективное развитие экономичной просторы. Жизнь показывает, что когда мы друг другу интересны как люди со своей культурой, религией, ну со своей психологией, в общем-то, тогда дела лучше идут и в бизнесе. И вот поэтому объединение культуры с тем, чтобы лучше сделать, ну лучше продвинуть наши товары за рубежом и их защитить, и их пропагандировать, вот этот фестиваль и задуман. Особая мета, с которой ладится фестиваль и форум – поддержка тленовитой молоди, как у галине мастерства, так и у развития навыковых и бизнес-проектов. Тому разом с Ассоциацией Белбренд сирот инших организаторов Сустреч в Полесский Державный Университет. Будут достаточно серьезные мероприятия, такие как школа бренд-менеджмента, как семинары по интеллектуальной собственности, защите ее, по вопросам, связанным с новым направлением краунд-финансирования, которое впервые, ну, наверное, мы, наверное, единственные, которые стали говорить о возможности краунд-инвестирования, краунд-финансирования, и панельная дискуссия, которая будет включать в себя обсуждение этих вопросов, тесно связана с развитием биотехнологического кластера, который на базе Полесского государственного университета будет в дальнейшем развиваться. Первым сярод мероприемства стал вечер театрального мастатства. На сцене Полесского драматичного сострелись творчая коллективы театра документа молодзевой студии «Открытое пространство» под керавництвом Даниила Филипповича и студентский театр «Фольк-арт». Опошний зладил постановку «Обрат». Попередничала спектакль выступления выбитных белорусских доследчиков этнографии фольклора Янки Крука и Оксаны Катович. Дык вось на сцене «Гулянью в свечу» – уникальная знаходка для сучасников. Почас обраду люди збираются у одзина и целая перед свечой, а бракаются небесом, как отримать счастье и добробыт. Не без натхнения своих выкладчиков регионально обрадовую практику в особе ли студенты Белорусского державного університета культуры и мастатствов. Коли мы уже перебрали усе святы, які – и коляды, и масленицы, и все остатние, студенты хотели нечого такого, про что я что-то ніхто не бачу. И у нас якраз в гэтый час вышла книга «Микольская свеча», где мы дали описание, фотосдымки, приклали диск, где вось гэтые фільмы усе. И коли гэтого все показали, мне подалось, что гэта не на кшталкт выбуха, потому что на завтра пришли студенты, и у кожного был некий уже некая частка гэтого сценара. И як выник – вот гэки захоплення. Як архаека давнины органична интерпретуюцца с мастатским вынаходненством творчой молодзи. Мне думается, что в самим гэтом обраде закладен потенциал життя. Хоть там свеча памяти вы бачили у центра уваги, но тем не менее мне хочется пожадать всем студентам, я каждый раз говорю. Дай Бог, как гэта свеча памяти для вас стала свечой надеей, и той венчальной свечой, якой вы после закончения университета творите в своей семье. У межах Евразийского международного фестиваля культур на разных городских плясовках збираются аматоры и творцы выявленного мастатства, литературы и музыки. Творчі імпрези, майстер-класи, навуковые состречи і дискусії ладятся на протяжении всего тижня.